Смешивать советские детали из современной и заново изобретать велосипед не боится красноярец Артём Лошкевич. Местный конструктор-любитель практически по частям собирает уникальные модели. Почему велосипед – хорошее средство для укрепления семьи, знает Анастасия Прохорчук. Если бы я знала, что вы разрешите мне покататься, я бы, наверное, юбку не надевала сегодня. Под нами велосамовар, он же трансформер, он же велогибрид. Красноярец Артём Лошкевич вот уже полтора года создаёт из старых советских велосипедов вот такие уникальные модели. А начиналось всё с велосипеда для сына. Это уже вошло в привычку раз в месяц-два покупать велосипед и стараться его улучшить как-то. То есть это совсем не советский годок? Ну, совсем не советский, да. Ну, советского в этом велосипеде осталось буквально рама, сидение и руль. Усовершенствованная модель «Тандем» можно кататься даже втроём. Наполовину «Урал» 75-го года, наполовину «Кама». Кожаные потёртые сидения, как привет из прошлого. Такой гибрид, шутит мастер, скрепляет супружеские узы крепче, чем штамп в паспорте. Первых нет и отстающих. Плюс такой модели в том, что можно ехать и общаться друг с другом. Педали крутят двое, а вот сопротивление воздуха всего одно. Значит, можно развивать большие скорости 50 км в час или 2 человека в секунду. Сейчас Артём работает на заказ. Отремонтированные образцы раскупают любители ретро-техники. Через руки Артёма прошли, пожалуй, все самые известные велосипеды советского времени. Например, «Школьник», «Друг детства». Его история началась в 1956 году. Допуск модели приостановили. «Орлёнок» – производство Шуляйского веломоторного завода «Литва». Такой изогнутый разлёт рамы не спутаешь ни с чем. «Аист» – полноценный, складной, взрослый велосипед с рамой открытого типа. Марку производят с 47-го года. Сейчас этот бренд с англоязычным логотипом. «Кама» – особенно популярная компактная модель. Больше всего подвергалась тюнингу. Впервые именно на ней установили зеркала заднего вида. И, наконец, «Урал» – классика жанра. Хорошо разгоняется, оснащён специальной сумочкой для хранения инструмента и лекарств. Мастер признаётся, что было хорошо в советских моделях, так это надёжность деталей и инструмента. Один такой ключ из калёной стали – семейный. Не ломался и подходил сразу для всех креплений. Не то, что современные. «Ключей хватает на месяц. То есть они просто ломаются от нормального нажима». На восстановление одной модели уходит в среднем 6-7 тысяч рублей. Все детали приходится искать через интернет. Для мужчин это скорее хобби, чем заработок. Ну а пока на зиму «Трансформер» отправляется в кладовую ждать потепления. И, конечно, семейных прогулок и фотосессий. Анастасия Прохорчук, Владимир Фетисов, 7 канал.